Приветствую вас! На мой взгляд, проблема заключается не в том, что вы как-то неправильно поступили, как-то неверно поступили, или что-то неверно сделали, что-то неверно сказали. На мой взгляд, проблема заключается в том, что вы не уверены в себе, в том, что вы сомневаетесь в себе, в том, что вы как-то вот, может быть, обесцениваете себя. И еще проблема в том, что вы не выражаете свои чувства, ну, такими, какие они есть. Если вы любите, например, человека, то несколько странно, что вы пытаетесь человеком манипулировать, да, а то, что вы описываете, это иначе как манипуляции назвать нельзя. Я вас сейчас не обвиняю, я говорю исключительно, как бы, по факту. Вот. И до тех пор, пока вы будете не уверены в себе, до тех пор, пока вы будете себя обесценивать, Ну, да, вероятно, люди с вами будут это считывать, и, считывая подобные аспекты, как бы, будут относиться и к вам, в том числе, и обесценивающих, и, соответственно, создавая ситуации, в которых, которые вы описываете. Понимаете, работает это примерно так. Если изначально у человека есть обесценивающая тенденция по отношению к себе, то, соответственно, он ведет себя неким определенным образом. Подобное поведение считывается партнером. Партнер, иногда даже не осознавая, начинает чувствовать, что ему, ну, дозволено, а что нет, и, исходя из этого, совершает определенные поступки, формируя некоторые отношения. Поскольку отношение партнера зависит от, ну, не во всем, но в значительной части, зависит от того, как относится к себе человек, на которого направлены данные отношения, то вы видите подтверждение своим подозрениям по отношению к себе. То есть у вас есть подозрение, что вы, например, не достойны отношения. У вас есть подозрение, например, что вы, там, ну, что вы не нужны человеку. Вы ведете себя определенным образом, человек отусчитывает и демонстрирует вам подтверждение. Из чего вы делаете вывод, что да, я действительно не достойник. Хотя, по факту, ситуация совершенно иная, да, и по факту человек просто отражает то, что вы о себе думаете. Поэтому дело здесь не в том, как вы поступили, а дело здесь в том, насколько вы уверены в себе и является ли любовью по отношению к мужчине то, что вы, то, что вы, ну, то, что вы называете любовью. На мой взгляд, называете любовью в какой-то степени ошибочно, потому что здесь у вас, как бы, из описания не следует, что это любовь. Значит, если говорить более конкретно про ситуацию, то здесь все упирается в ценности ваши. То есть, если у вас есть определенные ценности, например, ценность такая, что у, грубо говоря, вашего мужчины не должно быть фотографий каких-то девушек, да, вот, то, ну, как бы, это ваша ценность, и вам нужно свои интересы продвигать. Другой вопрос, если, как бы, несоответствие этому вызывает у вас внутреннее раздражение, или вам больно, или вам неприятно, или повышает тревожность. Вот здесь очень тонкий момент, на который им необходимо обратить внимание. Дело в том, что защищать и продвигать свои ценности, при этом пребывая в готовности расплачиваться за последствия следования им это одно, а когда вас задевает то, что происходит, это немножко другое. И в первом случае это абсолютная норма, в втором случае это проявление внутренних конфликтов, которые нужно решать. Здесь все зависит от вашей честности к себе, и, соответственно, если вы честны, вы можете достаточно легко распознать, о чем идет речь, и уже решать данную проблему. На мой взгляд, дело здесь не столько в ценностях, потому что вы сомневаетесь в корректности своих действий, вы же хотите извиниться, я полагаю, из-за страха одиночества, из-за страха быть, значит, брошенной, ну, мужчиной. Вот. Речь идет именно о втором аспекте, о второй форме. Это как раз идея про то, что вас задевает, то, что произошло. Вы ревнуете, вы чувствуете себя какой-то вот не единственной женщиной, и, соответственно, это вызывает определенный дискомфорт. Я бы сказал, что именно с самооценкой, в первую очередь, вам здесь нужно работать. Я бы сказал, что именно по направлению к повышению уверенности в себе необходимо действовать. И я бы сказал, что именно это мешает вам именно отсутствие уверенности в себе. и заниженная самооценка, а также, вероятно, страх одиночества мешает вам сейчас чувствовать себя уверенно в этой ситуации, в ситуации, когда нужно, ну, когда нужно ни много, ни мало как бы отстаивать, скажем так, свои интересы, ситуации, когда нужно ни много, ни мало защищать свои ценности, и, соответственно, вот, как бы в этом направлении больше двигаться. Вот. По поводу того, что вы думаете извиниться, может быть, вы что-то сделали не так, это очень показательный момент, вы, вероятно, не привыкли прислушиваться к себе, вы, вероятно, не привыкли слушать себя, краткий вывод, и, соответственно, проблематика здесь вполне очевидна, это как бы низкий, достаточно уровень эмоционального интеллекта у вас. Ну, не нужно только вот, пожалуйста, путать, да, интеллект, который, значит, является интеллектуальным, то есть касающийся умственных способностей, вот, и то, что называется IQ, да, вот, то, что отвечает за IQ, и интеллект, касающийся именно эмоций, именно чувства, это тоже немножко другие вещи, это немножко другой момент, это совершенно другое, и, на мой взгляд, вот, это нужно обязательно различать, если это не различать, то ситуация может быть достаточно плачевной, ну, ну, просто, напросто, далеко не уйдете с таким, вот, подходом, вот, поэтому, крайне важно, разграничивать, несколько данных аспектов, крайне важно, учитывать разницу, вот, и, соответственно, действовать, вот, именно в, соответствии со своим, Именно соответственно с эмоциональным интеллектом здесь, когда речь заходит о том, что для вас важно, когда речь заходит о том, что для вас ценно, когда речь заходит о том, какие именно интересы, например, вы хотите продвигать, что конкретно вы хотите делать. Вот. В этом аспекте очень важно, значит, прислушиваться к себе. Вот, что на данный момент вы не можете сделать. Вот, это то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Спасибо. 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 Спасибо.